Привет-привет, друзья! В этом видео речь пойдет об очень распространенном проблеме. Это пропуски зажигания, пропуски воспламенения в цилиндрах. Хотя пропуски бывают по разным причинам, но тут мы поговорим именно об одном часто распространенном случае, когда Эйбур сам по заданному алгоритму отключает эти цилиндры. Наступает время, когда мы замечаем, что наш двигатель работает нестабильно. Появляется троение, заметный перебой на холодном или на горячем. Загорается значок «Чек». Диагностируем двигатель и видим ошибки пропуски воспламенения в цилиндрах в одном или сразу в нескольких цилиндрах. После этого идем к мастерам. То одни советуют заменить свечи зажигания, форсунки. То другие советуют заменить катушки зажигания. Очередно ходит до друссельной заслонки, до датчиков. Все проверяем, меняем и после больших затрат положительного результата все равно нет. Пропуски все равно продолжаются. Наконец-то после долгих поисков кто-то советует. Давай проверим двигатель на подсос. Проверяем и оказывается, что где-то в прокладке или в сальнике двигатель подсосывает лишний воздух. Лечим и все становится на своем месте. Пропадают пропуски и радуемся. Наконец-то проблема исчерпана и мы победили. Теперь поясним, почему в двигателе из-за подсоса воздуха возникают пропуски в цилиндрах. И послушайте советы, где и как в первую очередь нужно искать причину. Современные двигатели, особенно 4, 5, 6 поколения, устроены очень сложно. Каждым годом все усложняется ее конструкция. И это связано с разными причинами. Самое главное то, что всемирные организации по защите природы придумывают и потом требуют от производителей автомобилей уменьшить вредные выхлопы в атмосфере. И тут инженеры вынуждены придумывать разные конструкции, методы и так далее для того, чтобы выхлоп соответствовал новым международным требованиям. А то автомобиль, который не соответствует этим требованиям, не разрешат продавать на рынке. Впоследствии в гонке за чистотой природы двигатели все больше усложняются. Мозг автомобиля ЭБУ по заданному алгоритму и с помощью разных датчиков рассчитывает и в камере сгорания подает точно рассчитанный в миллиграммах смесь бензина и кислорода, чтобы производительность и мощность мотора были оптимальны, чтобы смесь в камере сгорания дожигался хорошо и уменьшить попадание вредных газов в атмосфере. ЭБУ в каждую секунду получает сигналы от разных датчиков о количестве бензина и кислорода и подсчитывает соотношение этих компонентов. И оно должно равняться 14,7. Чтобы контролировать эту цифру, придумано еще один коэффициент альфа, то есть лямбда коэффициент избитка воздуха. Коэффициент избитка воздуха для нашего двигателя можно также посмотреть с помощью простого диагностического сканера ELM-327. Если оно равняется к одному, тогда все в порядке. При условии, когда альфа меньше 1, в смеси недостаток кислорода и излишек корючего вещества. Такая смесь называется богатой. При условии, когда альфа больше 1, смесь называется бедной. В ней недостаток корючего вещества и излишек кислорода. Когда наш ELM показывает, что коэффициент избитка воздуха больше единицы, это намекает на то, что наш двигатель подсасывает воздух. Значит, в камере сгорания попадает больше кислорода, чем это положено. На что мы должны обратить внимание в нашем диагностическом сканере, я расскажу в следующем видео. И настоятельно рекомендую всем купить хотя бы простой сканер. Ссылку для покупки я оставлю ниже этого видео. Есть у меня вот такой простой сканер, но несколько дней назад на Алиэкспрессе приобрели еще такой сканер. Примерно за 18 долларов, потому что оно изготовлено на базе более качественной микросхемы. Теперь коротко рассмотрим в теории, как и почему происходят пропуски в цилиндрах. Как мы знаем, чтобы приготовить оптимальный смес для сгорания в двигателе, портовому компьютеру ЭБУ в этом помогает датчик массового расхода ТМРВР и другие датчики тоже. В общем, это сложная схема, но чтобы принцип легко смогли понять даже блондинки, мы ее упростим. Каждую секунду с помощью этих татчиков ЭБУ определяет, какое количество бензина и кислорода нужно пропустить в камере сгорания. Дело в том, что татчик ТМРВ подсчитывает только количество воздуха, который проходит около ее. Но в камере сгорания может попасть и неучтенный воздух, о существовании которого ТМРВ не знает, и, соответственно, смесь получится плохой. Этот неучтенный воздух может попасть в двигателе через висчатчие и строя под руки воздухоподачи. Иногда хамуты, например, ослабляются. Иногда в резиновых или пластмассовых деталях из-за старости появляются трещины, дырки. Но в камере сгорания попадает еще не только обыкновенный воздух через воздухоподачи, но и картерные газы через под руки маслоделителя. В картерные газы тоже могут попасть лишний воздух из атмосферы, если сальники и какие-то прокладки в двигателе испорчены. ЭБУ в каждую секунду должен контролировать ситуацию и знать точное соотношение бензина и кислорода в камере сгорания. И если не может все это контролировать с помощью ДМРВ, то помогает ему в этом датчик кислорода, лямбда-датчик. Я этот датчик называю еще «Доверяй, но проверяй». Этот датчик устанавливается на выходы отработавших газов на выходном коллекторе и подсчитывает в выходных газах количество кислорода и в каждую секунду отправляет информацию в ЭБУ. Эту информацию ЭБУ перерабатывает, подсчитывает, сверяет с некоторыми показаниями, например, с коэффициентом безбитка воздуха. И если коэффициент равен единичке, тогда все в порядке и все датчики и двигатель живут в согласии и мирно. Но если ЭБУ обнаруживает, что в выходных газах больше кислорода, чем допущено, и коэффициент избитка воздуха больше единицы, тогда ЭБУ предпринимает меры. ЭБУ начинает отключать подачу топлива. То один, то другой, то в третьем цилиндре. Алгоритм действий в таком ситуации для разных марок автомобиль отличается, но похожий. Двигатель переходит в аварийный режим работы. Начинает подмигивать чек, и мы чувствуем, что мотор колбасит, тряклит. ЭБУ в этот момент записывается и запоминает ошибки пропуска в цилиндрах. И ищет оптимальное решение для выхода из такой ситуации, чтобы правильно подкорректировать соотношение топлива и воздуха. А то выхлопные газы, выходящие из глушителя, в этот момент не соответствуют стандартам, и окружающая среда загрязняется. Если ЭБУ нашел правильное решение, или, например, если после прогрева двигателя закрылся щель, через которого двигатель поступал лишний воздух, то чек перестает мигание, и потом заново все дружно продолжают жить. Двигатель перестает троить, и мы счастливы. Вот и поэтому рекомендую, если у вас появились пропуски зажигания, воспламинания в цилиндрах, не надо сразу бегать и заменять свечи зажигания, мить или менять фарсунки, заменять катушки зажигания и так далее. Сначала внимательно осмотрите двигатель, нет ли потеков масла. Если есть, заменить сальники и прокладку. Если это не помогло, диагностируйте двигатель на демогенератор. И если это тоже не помогло выявить причину, то тогда уже стоит задумываться о поиске других причин. Вот посмотрите на моем личном опыте, что я менял и лечил, когда у меня появлялись пропуски. Менял коллектор, прокладку коллектора, менял сальник вакуум насоса, менял крышку кожух ГРМ. И даже из-за такой маленькой причины может двигатель подсасывать воздух. Теперь, друзья, не знаем об одном из возможных причин пропусков воспламенения в цилиндрах. Думаю, данное видео будет полезным для многих и пишите в комментариях, если оно вам помогло и в чем именно причина неполадки была у вас. Прошу подписаться на канал. Не пропустите другие видео и ставьте лайк. Спасибо всем за внимание и до встречи.